Приветствую всех! Вы на канале Ирешу, меня зовут Ирина, и сегодня я вам приведу пример прохождения устного собеседования. У меня на канале уже есть видео этого учебного года о структуре устного собеседования и о критериях оценивания. Перейдите его, посмотрите, сейчас в подсказках оно уже появилось. И также у меня есть видео прошлого учебного года, но оно вышло весной, о рекомендациям ко всем заданиям устного собеседования. Обязательно перейдите, посмотрите, я там очень много важных рекомендаций давала, которые сейчас я, возможно, буду повторять, но если они будут приходиться к слову. Там собраны все рекомендации по всем заданиям. Цель этого видео на практике показать вам, как можно выразительно читать текст, его пересказывать, как можно строить монолог и отвечать на вопросы диалога. Вариант, который я сейчас буду выполнять, я составляла сама, чтобы не было никакого плагиата из сборников, которые есть для подготовки к устному собеседованию. Если вдруг кого-то смутит, что в качестве героя для первого задания выбран Эрнест Хемингуэй, и, возможно, кого-то смутят темы из монолога, ну, ничего не поделаешь, я выбирала то, что мне нравится. Эрнест Хемингуэй – выдающаяся личность, темы монологов мне нравятся, мое видео, мой канал. Если что-то не так, то составьте свой вариант, вам никто это не запрещает делать. Отступление закончилось, давайте начну с первого задания – чтение текста вслух. Читаю задание. Перед вами находится изображение Эрнеста Миллера Хемингуэя, американского писателя, лауреата Нобелевской премии. Вы разительно прочитайте текст об Эрнесте Хемингуэе вслух. У вас есть две минуты на подготовку. Быстро пробегусь по тому, что можно успеть сделать за две минуты. Во-первых, вы можете как минимум один, а лучше два раза прочитать про себя текст. Обратите внимание на все даты, цифры, на имена, фамилии, отчества, названия чего-либо. Проговорите это про себя вслух, чтобы затем не запнуться. Также обратите внимание на знаки пунктуации, где идут запятые при однородных членах предложения. Соответственно, должна быть перечислительная пунктуация. Возможно, есть вопросительные, восклицательные знаки. Там тоже нужна соответствующая интонация. Не читайте монотонно. Я буду выполнять задание так, как я бы отвечала на устном собеседовании. И я представлю, что я сейчас девятиклассница, потому что в прошлом году было много вопросов о том, почему я рассказывала о первом сентябре в одиннадцатом классе, я рассказывала о себе. Но давайте сейчас я представлю, что мне 15 лет, я в девятом классе, и я буду отвечать так, будто бы я сейчас в школе. Пока буду выполнять сами задания, ничего вырезать не буду, поэтому если будут какие-то паузы, то представьте, что я на реальном устном собеседовании, и эти паузы были бы там. И давайте буду приступать. Начнем с выразительного чтения. Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в провинциальном городке Оук-парк в США. Его отец привил Эрнесту любовь к природе, что в дальнейшем переросло в настоящую страсть к приключениям. Во время Первой мировой войны Хемингуэй был шофером в Красном Кресте. Однажды, спасая раненого солдата, Эрнест попал под перекрестный огонь и лишь чудом остался жив. Однако полученные многочисленные раны всю жизнь напоминали ему об ужасах войны. По возвращении в США Хемингуэя встретили как героя, наградили медалью за доблесть и военным крестом. Однако романтические представления будущего писателя о войне развеялись. Он переехал в Канаду и стал работать журналистом. В 1923 году в Париже Эрнест познакомился с Гертрудой Стайн, которая посоветовала, чтобы он перестал писать для газеты и начал создавать собственные произведения. В 1926 году после издания романа «И восходит солнце» к Хемингуэю пришла настоящая слава. Следом вышли его сборники с рассказами «Победитель не получает ничего», «Мужчины без женщин», «Убийцы», «Снега Килиманджаро». Но большинству читателей писатель запомнился по роману «Прощай оружие». В 1953 году писатель был награжден Пулитцеровской премией за повесть «Старик и море». Год спустя это произведение, ставшее жемчужиной творчества Хемингуэя, позволило ему получить Нобелевскую премию по литературе. Эрнест Хемингуэй прошел невероятно тернистый, но интересный жизненный путь и оставил после себя множество проникновенных литературных произведений. Перехожу ко второму заданию, это пересказ текста. Нужно не просто пересказать прочитанный текст, но и включить в него слова, в данном случае это слова Серго Микояна о самом Хемингуэе. Ну, цитату я зачитаю уже во время пересказа, и сейчас хочу вам показать, что я уже как успела за две минуты законспектировала текст. Вы сейчас на экране увидите, как я это делала, ровно две минуты я писала, и если посмотрите, то увидите, что здесь все оборвалось на Ноб, и я даже не успела дописать премии, но все остальное буду пересказывать так, как запомнила. Сразу же могу отметить мою главную ошибку, она состоит в том, что я записывала подробно даты, это можно было не делать, можно было писать 99-й год, 23-й год, и времени осталось бы больше. Ну, и на концовку текста у меня здесь не хватило времени, чтобы передать здесь концовку, тоже придется вспоминать. Помните о том, что во время пересказа вам можно смотреть на ваши записи, на которые вам дается две минуты, на подготовку, в принципе, дается две минуты. В текст смотреть уже нельзя будет. Итак, вот мои записи, вот цитата, начинаю пересказ. Эрнест Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в США. Отец привил ему любовь к природе, что в дальнейшем переросло к тяге к приключениям. Во время Первой мировой войны Эрнест Хемингуэй был шофером в Красном Кресте, и однажды, спасая раненого солдата, он попал под перекрестный огонь и получил многочисленные ранения, и чудом остался жив. В США его встретили как героя, но его романтические представления о войне развеялись, и после он переехал в Канаду и стал работать журналистом. В 1923 году в Париже он познакомился с Гертрудой Стайн, которая посоветовала ему перестать заниматься журналистикой и начать писать свои романы, рассказы и другие произведения. После этого через несколько лет вышел его роман «И восходит солнце», а также многочисленные сборники рассказов, например, «Убийцы». Но публике, людям он запомнился больше всего по роману «Прощай оружие». В 1953 году он был награжден Пулитцеровской премией за повесть «Старик и море», а через год за эту же самую повесть был награжден Нобелевской премией. Эрнец Хемингуэй прожил очень яркую, насыщенную, интересную жизнь, и, например, о нем вот так высказывался Сергой Микоян. Жизнерадостный и при этом немного застенчивый человек, Хемингуэй не любил официальные обстановки, церемонии, чествования и так далее, никогда не делая того, что помешало бы ему ежедневно в 6 утра встать за работу до 12 дня. Перехожу к монологу. Я подобрала следующие темы. Для описания – самый красивый пейзаж, и пейзаж вы сейчас видите перед собой. Для повествования – мой день через 5 лет, и для рассуждения – нужно ли мне высшее образование. Пожалуй, я выберу вторую тему. Как я уже сказала, представлю, что сейчас мне 15 лет, и расскажу о своем дне через 5 лет. Помните о том, что нужно выстроить свой монолог, используя как минимум 10 фраз. Внимательно посмотрите предыдущее видео, перечитайте критерии оценивания. Там нигде не написано 10 предложений, везде написано 10 фраз. Фраза – это не то же самое, что предложение. И опорными пунктами, которые вот здесь указаны, и которые будут указаны у вас во время устного собеседования, во время монолога, можно пользоваться. Через 5 лет мне будет 20 лет, и я думаю, что я буду уже учиться в университете. Поэтому расскажу о своем стандартном дне, учебном дне в университете. Я думаю, что я буду просыпаться рано, чтобы успеть собраться в университет на занятия. Дома буду умываться, собираться, завтракать. Затем мне нужно будет ехать на метро как минимум полчаса или минут 40 до моего университета. Дальше в университете я думаю, что буду проводить как минимум 6 часов, пока длятся все занятия. Я надеюсь, что в университете я познакомлюсь с новыми интересными людьми, мы с ними подружимся, и благодаря этому пары будут не такими скучными. Я надеюсь, что через 5 лет я буду также увлекаться прохождением квестов, как и сейчас. И, возможно, после занятий иногда мы с друзьями, с одногруппниками или однокурсниками будем ходить и участвовать в этих квестах. Затем после занятий или после квестов я буду ехать домой, выполнять домашние задания. И в зависимости от того, сколько мне будет задано по различным предметам на следующий день или через день, я буду ложиться спать. Но думаю, что, как и большинство студентов, я не буду выполнять все задания и буду надеяться на удачу. Вот такой монолог повествования получился. Как видите, ничего я в нем не вырезала. И сейчас отвечу на вопросы предполагаемого собеседника. Часто ли вы представляете себя взрослым взрослой? Да, я часто представляю себя взрослой, потому что уже хочется побыстрее вырасти, самостоятельно распоряжаться собственным временем, своей жизнью, начать работать и ни от кого не зависеть. Многое ли, как вы думаете, изменится за 5 лет в вашей жизни? Что именно? Да, я думаю, многое за 5 лет изменится в моей жизни. Я закончу школу, поступлю в университет, познакомлюсь с новыми людьми, с кем-то подружусь, буду получать образование, высшее образование, буду уже становиться специалистом в определенной области. Какие цели на 5 лет вы перед собой ставите? Я ставлю перед собой самую важную цель, это хорошо закончить школу, хорошо сдать ОГЭ, затем ЕГЭ, поступить в университет и там хорошо учиться. Если вы бы выбрали первую или третью тему, то напишите в комментариях, о чем вы бы рассказывали. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях. Если это видео оказалось для вас полезным, то, пожалуйста, поддержите меня лайком. Обязательно посмотрите видео с важными рекомендациями для устного собеседования, думаю, вы там найдете очень много полезного для себя. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны, нам с вами предстоит провести вместе еще много времени. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, на новости моего сайта, на мой инстаграм. И будьте и решу, ведь я все решу, люблю вас, их целую, удачи, удачи вам на устном собеседовании. Желаю набрать максимальное количество баллов. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok